Субтитры сделал DimaTorzok В принципе, я думаю, в легкую залезть И даже выше, я думаю, может Но это уже, может, небезопасно с людьми, как бы с пассажирами Короче, ребят Во-первых, на кип-бетике ставочки все, естественно, есть Life & Cup у нас на горизонте Я принял решение Classic Solar смотреть Кто-то за гумиху Dark здесь впрягается Вот Старки почему-то закрыты уже все, не знаю почему Ну, ждем начала Так, Classic здесь вообще И Асону сдается, короче, и Асону играть не будет вообще Субтитры сделал DimaTorzok Так, опа, зовут меня сюда First Stream Так, кстати, не все одновременно матчи, я так понимаю Будут сейчас идти Будем еще по очереди мы некоторые смотреть Это вообще меня радует, безусловно Короче, сейчас мы часов до 7 вечера, наверное, засядем Потому что здесь надо порядочно времени все отыграть Да, название стрима я сейчас поменяю, ребят Ссылочку на стрим Кто-ка спокап хочет смотреть, может спрашивать здесь Также стримит там Magic, по-моему Вот, также я сейчас запущу Twitch, чтобы Чтобы Twitch здесь был Работал Поменяю везде название А, на Twitch название правильное и так Ну а завтрашнего дня Каспакап мы продолжим смотреть Естественно Просто сегодня Плей-офф лайфенга не менее интересный Чем Каспакап Фу ты, блин, Каспакап Короче, не корейцев нету Группа не самая сильная Здесь корейца не хуже левелом, чем в Каспакапе присутствует Поэтому, ребят Выбор очевиден Что мы идем сюда Украем глазик Буду смотреть, что там происходит Трухиро там будет биться Сейчас лузер Афтивай вышел с первого места Ну и определится оппонент Ниба по плей-оффу скоро Здорово, Кирыч Здорово, НСК Реалити Всем привет Короче, лайфенг сейчас начнется Здесь мне запись проставлять и не надо Выложим все на YouTube, соответственно Это дело Спасибо всем громадным за поддержку Поддерживайте, естественно, меня и мой канал Вот Месяц кончается Скоро октябрь начнется уже Субтитры делал DimaTorzok Так, всю чай я выпил Да, чай я выпил Ну все Так, Classic Solar Dark против Куми Куяха Зака будет играть Пока, может быть, их и задержат немножечко Я не знаю Потому что матчи-то сверхкрутые Там Ставки, если что, есть, ребят Все на кип-бетике Можете ставить Спокойно Так Напишу Матчи еще не начались Субтитры делал DimaTorzok Так, пошел Отлично Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну что, погнали, ребят Solar против Classic Не буду загадывать Но, может быть, и гумиху Мы даже сможем посмотреть Хотя, честно говоря, не уверен Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну что, ребят, все, текст запилил Пониже Ставлю контрола Через два гейта на этой карте Открывается классик Думаю, решение верное Все-таки здесь тяжеловато биться Да, как бы Вот Дрончики вниз идут Сейчас Нужно сконтролить Solar Сдать минералы Сдает Отлично Классик здесь Кусается Рабочим Подпиливает Пробкой Дрончиков Все нормально Четыре линга Делает Зеркс сейчас Так, готовы первые два адреса Сначала иллюдию не в ту сторону Почему-то классик послал Ну потом в нормальное направление заслал Здесь муа еще нет Плюс восемь лингов Добавляется у Solar Заходит Классик Адепты Тут заходят на мейн Нет, не стал Телепортироваться Ну решение верное Там нечего делать На самом деле Ему Пробка куда-то поехала Почему пробка куда-то поехала Понятия я не имею Телепортируется Классик на мейн Ну мне кажется На золоте надо было ему остаться Кстати Четыре дрона-то разварил Пять даже Вот это да Вот это хороший контроль Называется На ровном месте Фактически На разваливал Здесь пор Кустил Solar Поставить Молодец Еще дрончик Классик не смог Укуснуть Да это был бы и перебор Если адептик пытается Досныкайся Ты к самому краю Да, сныкался К самому краю Классик Ушел Все таки адептум Он очень Демеджный остался У Solar Сейчас будет готов Третья хатка Пошла Ну в принципе В принципе Да, классик демедж Нанес Но В принципе Все нормально У Solar Там Рабочих он Восстанавливает Третью Никсу Сделает Здесь Здесь Этот Твайлайт Пошел Глефа И 4 гейта То есть Это Серьезный выход На адептах Будет Solar Прекрасно Это понимает И Роуч Ворон Добавляет Сейчас Все правильно Без роуч Здесь вообще Не отбиться Будет Так Опять У меня Pink Скачет Что ли Да Так Откуда Тут Линги Взялись А Пробитые Камни Они забегают С этого направления Уже Дальнего Правда Тут адептов Просто 12 штук Или 11 11 Штук Вперед Выдвигается Их просто Нечем А не Роуч Есть Есть Роуч Можно встретить Роуч Да Варх Еще адептиков Идет на вторую базу Есть ли еще энергия На оверчаж Нет Пока Больше Нет Энергии Вот сейчас Появляется Энергия Но Нужно ли Ставить Сюда Оверчаж Нужно Ставить Решает Классик Что Так Королева Пад Здесь адепты Пытаются К дальней базе Пройти Solar Проходит Солара Больше По лимиту Solar По моему Не то что легко Но принимает Адептов Без особых проблем Да Как бы для себя Роуч Справляют С задачей Обороны А линги С задачей Забегания С задачей Хараса Тоже справились Просто великолепно И сейчас Будет Видимо Контратака Еще на лингах Роуч Вперед Пойдет В общем-то Solar Классик Еще адептиков Подвар Он здесь Стенку Так и не Сделил В итоге Так Здесь Адепты Опять Перед Подвигаются Там Роуч У нас Есть Забегания Лингов Проходят Я не понимаю Че классик Так тупит Стенки Как не было Так и нет Он Это направление Вообще Не охраняет Ничем Самое Интересное Овера Не сбил Ничего Не сбил В чем Здесь стенка Даже Если Здесь Не построить Здесь Проход Будет Снизу Здесь Уже Один Реводжер Есть Адептами Платят Да Телепортируется В золо Я не знаю Право Зачем Он сюда Телепортнул Вопрос Сейчас Линги Окружат Фаербул Стреладжера Роуч Плюс Вообще В мясо Солар Здесь Принимается 40 на 80 По лимиту Дрончика На мэне Еще заберет Классик Даже 7 рабов Сейчас Забрал А юнитов Боевых Три адепта На второй базе Стоят В итоге Солар Просто В лоб Налетает В чем Классик Три В адепта Курфанулся Что Они Проход Не закрыли Что Самое Интересное Это 1-0 Солар Ребят Это Факт Вообще Ну На этой Карте Не знаю Мне кажется Карты Все-таки Для Продцев Такие Карты Тяжелые Что Против Тиранов Что Против Зергов Тиранов В вороне Хрен На этом Острове Пробьешь Тяжело Хотя Чизы Чизами Можно Попытаться Пошатать А снизу А снизу Самому Тоже Тяжело Там База Занимать Да Как бы А с Зергом Разводить Может Увидите Как Так Шел Анвайт Еще Раз Да С Продолжение следует... 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 На выход с королевами делать? Почему-то не делает? Странно. Никаких выходов тру сейчас. Четыре зилка, там два архона, все больше. Нет ни хрена. А там люркер дэн хоть пошел, не знаю. Странно, что тру не добивает, дает хера шанс. Ну что, я прошу Гумиху, чтобы заинвайтил в следующей игре. Ну и сам попытаюсь ворваться. Варди стримит дарка. Попробуем посмотреть. Сейчас посмотрим, что тут за ситуация у нас. Дарк Плюсина у Гумиху смотрю. Тут харасит и мех играет он вообще в принципе. Хелбата циклона, как-то криво циклона впереди. Хелбата заходят. Танчики нужно вперед подводить. Три есть, я вижу. Четвертый подъезжает вперед. В шахматном порядке они раскладываются сейчас. Надо заходить, убивать. Что тут? Да-ка-да. Растанков много. Дарк там еще много ровчей делает. Реводжеров добавляет сейчас. Растанков много. Ну и что, ребят, 149-115. Центральная база зашатал Гумиху Дарку. Пятую базу уже ставит. Ну, честно говоря, Гумиху здесь вообще нормально все делает, по-моему. Правда, у него три армура и одна атака. Все, вообще-то армур по приоритету быстрее атаки, да, делал грейзы. Ну, видимо, чтоб линги сильно не грызли. И игра все еще идет. 132-167-70-103. Ударка проблема, точнее, у него микс такой вообще мясной, как бы. Но если будет зеленка, то можно драться, в принципе. Гумиху вот для того, чтобы зеленка меньше работала, выходит в центр. Посмотрите, сплитит свою армию очень неплохо. Так, четыре танка встречают, вообще-то, выход Дарка. Хорошо там дэмэджи Гумиху навалил. Нужно танки увозить от зеленочки. Притягиваются медиваки сейчас неплохо. Гумиху что-то то сложил, то разложил. Все, что он творит вообще? Танки без Сиджи на муве сливают сейчас. Не, ну так не пробрить будет Дарка. Что он делает-то вообще? Взял слен на муве танки все. 180-134, но еще, конечно же, Дарк здесь ничего не продавил. Но Гумиху мог нормально, а сейчас подраться, убить вообще мог. Танчики, циклоны новые. Я эту центральную базу Дарк уже восстановил. У Гумиху, правда, пятая добывается. Ему бы накинуть туда мулах. Мне кажется, продакшен ему не хватает. Больше мула вкинул, как заказался бы там, не знаю. Три танка все, три лаба работают. Реактор сколько? КЗ сколько? А, нет, четыре лаба работают. Тут фактори семь даже. На такой стадии держать. Там пять лаб, два реактора, например, вот так вот. Плюс Старпортов, штуки две-три. Там и викинги, и все строилось, короче, нормально. Сейчас, соответственно. Кните, давай. Субтитры делал DimaToran. Хаии. Тру 1.0 hero? Ну что ж, молодец, тру, что говорить. Тру может выйти просто и все. Не, ну если пэт выйдет на Аниба, это, наверное, самый лучший вариант будет. Если не пэту после этого сольется, это будет фейл. Так, захожу в игру. Это гумиху. Так, это лайфкин. Так, захожу в гумиху. Так, отлично. Захожу в гумиху. Здесь давайте досмотрим, что происходит. Сейчас из игры уже буду смотреть. Ну никто, я не виноват, что классик так слил вообще в хлам этому солару. Кажется, Дарк фрабреет 150 лимита на 200. Что-то печаливающе. Полная по лимиту для гумиху. Танк всего один. Ну что, не надо без СиДжи было драться. Тогда Так, приходит Тора, Планетарк под зеленкой, Тора под зеленкой. Ни хрена не дерется там про у тирана. Очевидно, что это печаль. Планетарка не выдерживает на пначеско демош. Гигантский просто. Подольше Планетарка жила, плюс танк бы СиДжиной был бы, и Тора бы. Может быть, Та и выдержал бы здесь. Дарк 1.0, соответственно, повел. Текс, текс, текс. Текс, 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 текс. Текс, текс, текс. Ну что, дарк гумиху 1.0, дарк, ребятки. Через пул первый начинает против рипера билдов. Он любит так начинать, дарк, я имею в виду. Но здесь не рипера билд, здесь рипер СС и ранние факта, судя по всему. Я думаю, что этот билд нормально против дарковского будет заходить. Риперс. Риперс. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, три гелика рипера уже у гумиху... И так... Медивак и инвиз банше... Сейчас медивак будет передробовать, потом инвиз доделается, соответственно, и полетит банша еще... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, рипер залетался, здесь отдается... Две минки плюс три гелика... Ё-моё, геликов хорошо... Блин, о, как хорошо линками встретил, а... Просто великолепно, да... Встретил гелионов... Не дает им ничего сделать абсолютно... Минка номер один копается... Минка номер два нет... Так, залп... Не отображается гумиху... Блин, вот сейчас вовремя минку эту закопал... Она, может быть, что-то даже и смогла бы сделать... Убить бы здесь кого-нибудь... Вот... Ну, в итоге закопал ее очень-очень... Долго-долго закапывал и... Так, по личинке минка... Личинку сейчас захватил... Сплинги не отбежали, тоже были уничтожены... Сплэшем... Банша летит вперед... Плюс еще четыре гелика ей вперед... Это армари нет... Это не хелбата... Это гелионы... Будут, естественно... Ну, проблема в чем... Когда ты дропаешь минки... А потом Баншой летишь харасить... Тогда, черт побери, спорки появляются... Ведь они нужны для обнаружения... Даро... Тэп... У него ВЭСК... Китайские отборочные турниры... Которые недавно кончился... Европейские и русские... Квалификация... Российская была последняя... Ну, вот... В Китае такие... Сейчас азиатская началась... В общем-то... Он на китайских квали играет... И... Соответственно... Не мог принять участие... Поэтому заменили его... Почему Найлаева я не знаю... Уже спрашивали... Здесь Тимпак почти готов... И три барака добавляются... Лаба... Так... Старпорт надо на реактор... Переводить тоже... Также идет одновременно... Ребят... Турнир по названию... Каспака... Там... Пока Трус... Хиро бьется... И Тру ведет 1-0... Я решил пойти на Лайфинг... Потому что здесь из игры... Состав не хуже... Чем сегодня на Каспакапе... Состав просто... Дичайший... Великолепный состав... Я бы сказал... Вот... Гелики... Банши... Здесь все висит... Все катается... Туда-сюда... Но это не мех... Это выход в этот раз... Био... Со стороны Гумиху... Ну... Начало я бы сказал... Для Гумиху... Какого-нибудь сверхудачного... Не было... Но посмотрите... Экономика... 10 рабочих разницы... Это приемлемая экономика... По общему лимиту... Вообще вровень... Грейды у Гумиху... Даже чуточку раньше... На 10 секунд... Если быть точным... Но... У Дарка... На 7 минуте... Уже... На 7.11... Делается... Почти 40 секунд... Лэер... То есть... Он где-то на 6.30... Его заказал... Это один из самых... Тайминговых... Лэеров ранее... Кстати... Нерч таким билдом... Вот Дарк... Вот Дарк... Играет билдом Нерча... Говорит, что Нерч там... Нигде ничего не покажет... Фактически... Ну... Хотя Дарк... Примерно так же все время играл... Но вот... Роучи Реведжеры... Линги Бэйлинги... Свич в Ультралов... Это чисто европейский стиль... Который Снут... Отыгрывал подобную там... Энерча сейчас... Как-то так... Играет красота... Так... Переходимо! Она было не 말씀드� Héman... М支ка! Оо, что я... Ус... Нет... Энушка с ультрал... Tea... Так, Ультра Кеверн отменил сейчас неплохо Гумиху Дарху. Баншами Королеву подшатал. Смотри, здесь Гумиху неплохо. Но нужно, не надо отдавать баншите на спор. Что-то Гумиху сегодня меня не радует. Контроль Гумиху, он сегодня косячит. Прям реально как-то. На 4 дрона отдал 2 банши. Но тут контрзабегание было. Наверное, вот это и повлияло, собственно говоря. Так, 2-2 делается. Армор здесь у Гумиху. Ну, кстати, интересный расклад, что вроде как играет Мастанкин, но почему-то делает армор. Что самое интересное. Не атаку. Здесь у нас побольше, да, Дарка Лимита и уже Ультрала в 5 штук. Уникальный армор. То есть тут ну не знаю, как Гумиху это разбирать. Вот примерно с такими же таймингами примерно то же самое делает это и нерзь. Я уже об этом говорил. Ну, в принципе, будет исполнять нормально. Это будет все укипсить. Сколько крипа удар. Везде все тянется. Везде все замечательно. Здесь бункеров нет. Так, черт, сырщик. Ну, это надо... Ну, не знаю, танчик один. Бункер. Что-то нужно оставлять, тиран, в такой ситуации. Идет Гумиху вперед. Выбил 2 криптумора. И все. Дальше, дальше даже боится лезть. Наверное, понял, что ультралы там уже готовы или нет. Ну, он ультра каверн увидел заново заказанную. Он понимает, что уже ультралиски у Дарка скорее всего есть. И гостакадемия пошла. Вот она рядом с инженерками как раз таки. Что, гостакадемия это важное. Будет здание сейчас в обороне. Гумиху вперед. Нужно раскладывать либераторов. Без скрипа, если Дарк... Так, либераторы раскладывали. Танки на ХГ повез Гумиху по 2 штуки. Молодец. Либератор. Так, минки будут стрелять куда-нибудь или нет? Либераторы уничтожены. Био уничтожено. Приходит Дарк. Просто на муви проблевает Гумиху. Сейчас 137-107. Боюсь, что Гумиху здесь уже не отбиться никак. И самое главное 2-2. Агрейды на Билу доделались только, когда Гумиху развалился. Вообще, мясо просто развалил. Подождите, сейчас Совар что ли Дарк будет или что? Сейчас я посмотрю. Да, Солар Дарк реалити ждет. Победители Кина и Лайва сверху точно Тиран дальше пройдет, а снизу точно Зерк пройдет. В лузерах проксы вообще бьются сейчас. Так, Гумиху Классик у нас будет в лузерах. Тоже неплохая игра, мне кажется. По-моему, Гумиху Классик должна быть. Я посмотрел бы даже, наверное, лучше, чем в ОЗБ. Это было, не знаю. Солар Дарк. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Так, Invited Wardy, это Solar Dark там у нас, или что? Видимо, да. Да, отлично. Так, за гумиху Classic натопили, но трех процентов все равно не хватает, да и поздно натопили, как бы вы, ребят, реально. Надо 80 человек из 400 проголосовало, медленно как-то, ребят. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Третий был финал Старлиги, Солар одолел 4-3 Дарка Недавно был кроссфинал, где Дарк одолел Солара 3-2 И сейчас у нас Бо-3 теперь, как бы по вбыванию Бо-7, Бо-5, Бо-3 Дарк Солар Вот Голосуем, короче Голосуем, короче Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Еще один линк заказан! Девять бейнов еще делает Дарк! Он понял, что с такой экономикой уже ему не нагнать и понял, что только пробивает и все! Да, я уже понял, что перепутал! Приходят бейны! Взрывает все к чертям эти бейны королевы! Плюс одна плетка, всего один роучес! И Дарк-то хорошо на Соллара наламывается по боевому лимиту в плюсе! Но у Соллара три рау 16 лингов продакшне Брудлинги сейчас с дронами! Хорошо, кстати, брудлинги с дронами! Смотрите, как брудлинги вообще! Чуть ли не спасли положение! Соллар пытается стенку новую запилить! Здесь готов бейлинг! У Соллара мува лингом нет, но Соллар чудом отбивается и рабочих больше до сих пор у него остается! Что ты будешь делать? Ничего не будешь делать! Вот что здесь! Дарку здесь ничего не остается, как еще бейлингов заворачивать! А, у него газа нет! Он все, всех с газа снял провал! Надо грызть роучворон и попытаться ворваться сейчас! Другого варианта просто нет у Дарка! Лейер пошел! Дарк понимает, что врыв здесь бесполезен! Лейер пошел! Рабочих пытается отстроить! Перемасил лингов сейчас! Ну что же, мне показалось, что уже хватит! Ну как же брудлинги? Брудлинги Соллара реально спасли сейчас! Ну, поздравляю тебя с новой квартирой! Что еще говорить? Переездом, точнее И спасибо, что смотришь! Фу! Прошу прощения! Плюс один Соллар заказывать! Здесь Дарку ничего не сделать! Ну вот это самое главное, что своя! Так, 91.74! 93.74! У Дарка! Спайр сейчас пошел! Тайминг Спайра хороший, кстати говоря! 16 соль на 3, 16, 15 на мене, 16 на 2, короче расплетил рабочих по добыче естественному. Плюс у Solar Dark газа больше. Почему? Потому что у него все газа 6 добывается под мутку. Здесь один газ только-только добавляется. Вот из-за этого просадка и была. Сейчас небольшая. Ну и у Solar Hydro Den. То есть понял Solar, что шпиль или нет? Не понял. Ничего пока не знает. Залетает Леер-то сейчас спалит. Кстати, Dark очень много сейчас закажет сразу мутки. Он закажет сразу шпиль. Миллиметр шпиль не спалил. Solar это такой космос вообще. Но он поймет сейчас, видите, линги и плетки. Очевидно, что это мутка. Здесь другого и раскладывать не может. 10 муталисков заказано. Линги отступают. Solar идет вперед. Мулы еще нет. Ой-ой-ой. Тайминг мутки просто великолепный. Плетки есть. Ну ни хрена здесь не сделать. Solar будет. Он уже назад развернулся, уходит. Понял, что поздновато идет, судя по всему. Четвертая хатка. 10 гидролей. Плюс один будет. Ну, с гидралами, да. С гидралами, да. Но Dark сам гидроден стоит. Это переход очевидный в Люру. Мутка здесь ничего особо не сделала. Ну, Solar грамотно. Что тут говорить? Solar грамотно, в общем-то, действовал сейчас. В чем грамотность заключалась? В том, что он, не видя шпиля, по вот этим зданиям, по плеткам и по лингам, понял, что мутка вот-вот уже будет выходить. Вот. И в итоге он не пошел роут чемпион. Если бы он пришел на эти плетки, как раз бы вышла бы мутка, он отдал бы все свое забегание всех вот этих роучей. В итоге гидра была бы без прикрытия, мута бы гораздо проще могла бы зашатать. Плюс теперь уже 200 лимита будет перед гидрой. Есть кому затанковать, и можно выход тупо делать, как бы, да. Что может в ответку Dark сделать? Ну, муф роучем делает. Люркер Дэн по таймингу просто не успевает сейчас достроиться. Бейлингов нету. Можно вперед идти смело сейчас, Солар. Размен здесь будет. Точно не в пользу Дарка, как бы, слишком мало у него там юнитов. Так, несколько гидролисков назад отходят. Линге мутка залетает сейчас. Ну, здесь очень много. Очень много Солара идет вперед, и очевидно, что Дарк просто не выдержит. А здесь королева, здесь гидра, и здесь Солар в легкую отобьется. Здесь роучи заходят, дроны выводятся. Ну, а что здесь дроны? Здесь, знаете, сколько здесь немного? Очень много. И природа покоит. 1-0 Солар, потери. Глянем давайте. Ну, конечно, потери здесь просто... Без потери. Вот эта земля дерется без потери практически. Там нечем ее законтрить. Ну, что ж, ждем вторую игру. Хотели ЗВЗ? Получайте. Ну, ЗВЗ, я бы сказал, ну, лучшая ЗВЗ, наверное, которая может на данный момент быть. Посмотрим, как Мерчика, что там в Корее отыграет, чтобы что-то не доказывает, что не только корейцы могут разваливать, как вы поняли. Так, а там у нас что? Пад против тру бьется. Ниб за тру болел, а сейчас подумаю, блин, нахрен я болел за тру. Он меня разваливал сейчас в плей-оффе, блин. Не, ну, если тру еще Ниба в плей-оффе разваливает к СП, это будет вообще провал. Как-то во дворочных он его победил. Годить или нет? Скарлет победила. Скарлет победила Ниба. А Ниб в итоге в лузерах Скарлет победила. Скарлет проиграла тру. Вру. Ну, я думаю, пасть все равно лучше. Очень агрессивен пэд. А нет, это очень агрессивен тру. Я смотрю, там пэд пытается отбиться и отбивается. Отбивается пэд. Ну, зо, зо, пэд хорошее, что вы говорите. Похоже на 1-0 пользу пэда там уже, кстати. Блин, ну, пэд пэд си-джихиро фраврил тоже. Если пэд забреет Ниба, то я не знаю. Ладно, погнали. Недооцененный пэтик. Так, Сулара 1-0. Привет, Микс. Всем привет. Пул гаффус. Ударка с мейна. Гаффус не до пула, то есть мув не самый ранний. Ну, это может как агрессивным быть билдом, так и оборонительный оборот. Раз, год и палка стреляет. О чем ты говоришь? Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Ну что ребята 1-1, погнали! в этот раз одинаково, оба начинают через хату первую газпул, дарка газа там на 8 пораньше добывается здесь на секунд пару газниц у него достроилась пораньше ну и далее движуха собственно идет напомню Так, ударка мув делается, обратите внимание, а у Солара, у Солара вот, что у него сверх ранний лэйр, очевидно, что это будет здесь стенка, роуч ворон, эволюшн, и возможно, роуч и с мувом, собственно говоря, и будут, здесь Беллинг Нест пошел, Ну, странно, что Солар ни одного овера сюда не привел больше, то есть Беллинг Нест он тупо не видит здесь, ну и у Дарка, в принципе, все карты есть для победы здесь, так, отменил Беллинг Нест почему-то, почему он отменил Беллинг Нест, странно, стенку, возможно, увидел Дарк, не знаю, Так, эволюшн еще пошел, боится Солу, что здесь врыв будет какой-то, лэйр почти готов, эволюшн готов, надо что-то такое здание, типа плетки ставить, а вот у Зерга кроме плетки нету одноклеточного здания, не депошки, там депошечка пилону просто, да, там у тиранов, а здесь нифига нету. Две королевы рампу контролят, лэйр доделывается понемножечку, плюс один мув роучи заказан, два роучи делается, ну вот я что-то сомневаюсь, что этот, смотрите, тайминг лэйра, во-первых, Дарка, то есть у него мув будет секунд всего-то на 30 позже заказан, это фигня, плюс один, вообще на 10 позже заказан, то есть ему просто остается сейчас замасить роуч, у него есть третья хатка и он будет в царях просто здесь. Так, ну с мувом что-то завтыкал, здесь 40 там секунд где-то разница по муву, вот. Солар решил обмануть оппонент, заказывая шпиль сейчас. Шпиль это очень-очень интересный расклад, конечно, надо сразу подстраивать газ, стараться под третью базу, да, для того, чтобы шпиль сработал. Нужно не отлететь от мува роучи, потому что Дарк продолжает масить вообще. Так, три дроны на мэни пошло. Шпилечек достраивается, Солар на 20 лимита сейчас проседает, тут мув роучим сейчас через секунду буквально будет готов. У Солара шпиль будет готов через, ну, там 15 секунд где-то примерно, но надо мутку успеть построить, иначе печаль беда. А Дарк все масит и масит роучи. С плетановых очень неплохо. Шпиль готов, шпиль, нужно муту заказывать. Пять муталисков Солар заказывает, ну, пять-шесть. Ну, шесть уже куда не шло, в принципе. Семь муталисков. Газа на третий нет, поэтому муки слишком с перебором не получается заказать. Ну, с перебором в данной ситуации быть не может. Ну, что, сорвался Дарк вперед. Муталисков спалил, а у самого-то даже шпиля нету. Вынужден бежать вперед. 95-74 по лимиту. Разница боевого 20 лимита. 21 роуч на 38. Три реводжера там у Дарка есть. Ну, семь муталисков-то встречают. Уже реводжер номер один уничтожен. Роучи Солара спускается вниз. Уже встречает он Дарка на третьей базе. Нужно отойти позицию нормальную занятий. Роучи плюс муткой пытаться зашатать. Роучи муткой пытаются зашатать. Почему муты так мало добавляются? Ну, нет, здесь понимает. Да, Солар понимает. Здесь уже роучи надо больше добавлять. Они должны затанковывать. Здесь бы дронов увезти бы не помешало бы с третьей базы. Что и делает Солар. Встречает в узком проходе здесь. Куда мута-то полетела? А, ну, хотя здесь прирост там отобьется. А здесь мута, в общем-то. Те, что дронов пытаются поймать, роучи убьет. Здесь нужно за... Запустил, за эволюционная ошибка от Солара. Нужно было стоять и не пускать, чтобы они перестреливались между вот этими зданиями. Но все-таки Солар отбивается. И, посмотрите, полиамид, он уже сейчас вперед вырвется из-за мута-лиска. И плюс два Солар заказывает. Молодец. Короче, четко отбился. Но ситуация ровная. Ситуация сейчас ровная. Но проблема-то в чем, Дарко? Он только роучи строит. Четыре гидры первых заказа. На 10 миллиард мута-лиска. Сейчас, ой-ой-ой, сколько оверов Солар зашатает. Посмотрите, сколько их висит. А они пытаются улететь. Сейчас еще три будут прямо обнаружены Соларом. Он уже их видит. Все их сейчас убьет, очевидно. Да, абсолютно. Возможно, даже соплай-блок будет. Но у Солара, у самого овера на муви летят. Тоже револьверчик страту продал. Сглавим, походу. 109-122. Солара уже больше по лимиту. Плюс два там и там дело. Здесь гидра делается. Ударка активная очень. Спорка есть. Так, дрончиками. Ну, Солар на мейн залетает. Спорки нет на мейне ни одной. Что ж ты, Дарк, так ошибаешься? Это, друг ты мой чудесный. Гидра пришла. 4 гидра, лиска, мута, лиска в 7. А что ты боишься-то Солар? Я еще не понял. Сразу накинулся на эту гидру. Ладно, не буду Солара ругать. Чемпион Старлиги все-таки. Ну, тоже вот. Либо сразу на гидру накинулся бы, убил ее, пока королева не пришли. Либо уже дронов фокусил бы. Солар сначала начал фокусить дронов. Потом смотрит мута, лисков-то 7, гидра, лисков всего 4. Дай-ка, думаю, я их подрежу. Начал подрезать. Понял, что уже так просто не подрезать один мута, лиск упал уже, пока он там туда-сюда летал. И королевы в итоге подошли, отбился в легкую в итоге, Дарк. Так, диссеверы все еще летают по карте. Можно еще Солару наподрезать здесь. У Солара мувбеллингом делается, кстати говоря. Мувбеллингом это интересно. Но хватит ли, чтобы все тут на муве прям пробрить здесь в хлам? Облетает Солар дарковских юнитов. Видит, что именно здесь делает Дарк. Понимает, что это именно гидра роучи. Покатухи. Сколько это покатух? 50 секунд, а покатух сейчас, в общем-то, оставалось только что недавно. Еще находит на овера Солар, на халяву подрезает. Так, еще одного овера находит. Солар каким-то образом. Соплайблок, между прочим, удар. Так, Бэйны идут вперед. Сплит гидры пошел. Нужно ли Бэйнов так отдавать? Нужно разводить Солару все под фаерболами. Не отдаваться ни в коем случае. Но Солар бой принял. Все, там 9-8 секунд до готовности Бэйнов будет. Солар двигается вперед. Сейчас Бэйны с покатухами уже будут. 2-2 на 2-2 по грейдам. Мутка еще тут на овера умудрилась шатнуть. Солар прям по фаерболам бежит. Куда же Солар бежит? Сколько дэмэджа она получила? 124-169. А почему лингов Солар не дозаказал? Вот ему сейчас сюда 20 лингов, просто 20 Бэйнов еще на морфите. Просто на муе. Изи просто катка. Но он почему-то именно роучей добавил максимальное количество. Ведь здесь гидра есть. Гидрата ДПС вносит очень-очень хорошее в данной ситуации. Муталиски на муе вместе с новой армией летают, отдаются. Муталиски согрались на гидру. Бэйны пройти не могут. Нормально сейчас. Роучи уже в тыл гидрек этой проходят Соларовские. Но Дарк, кстати, здесь, по-моему, отбивается. Достаточно легко он отбивается. Сзади роучи что-то Солара на муе сливается. Лимита ровная. Что ты будешь делать? Дарк и Люркер Дэн. Давайте Дарк еще эту игру вот таким образом выиграет. Но это чисто на ошибках Солара, получается, не смог реализовать. Ну что за бред? Вот почему-почему вот сюда пришел до заказа без бэйнов Солара? У него осталось где-то десяток бэйлингов. И он вместо того, чтобы лингов заказать, он чисто роучи строил. Ладно, там первый до заказ 8 роучей. Но потом-то, когда сюда уже выдвигался, закажи ты лингов. Они бегают просто невероятно быстро. Встал бы здесь, пока копил лимит весь, сразу бэйнов бы подморфил и пошел бы вперед. Нет, Солар, блин, что-то... Да. Короче, Реводжер и Роуч прессинг продолжаются. Здесь есть сколько? Здесь 6 гидралов есть. Этого вполне достаточно, чтобы Люру сделать. У нас Люру уже точно будет Солару не продавить. Реводжеров у Дарк, по-моему, больше еще, чем у Солара. Ваербулы друг друга падают. Солара единственная четвертая хатка есть, да, с которой Дарку противоставить нечего. Плюс, если здесь газ Солара скачает, может быть, что сейчас? То есть, если Дарк заморфит Люру, Солар может увидеть эту Люру и понять, что по воздуху ничего не дерется. И опять очередной свитч в мутку может подрешать, штук 10 муталисков, вылетят и развалят неплохо. Ну, тут у нас как Солар среагирует, посмотрим. Так, Кусманчик Роучий бежит, небольшой дрончик убивает Солар. Так, Гидроден Солар сам делает сейчас. Затягивается что-то игра. Так, а что у нас там на КСПА Капитар? Тру в этом 1-1, нифига себе. Нидус пошел, от кого Нидус-то? От Пэта Нидус, вот да. Кстати, Нидус-то опасный для против тру сейчас будет. Так, здесь битва идет, в игре надо комментизть поставил, я там вид. Пэт убивает, тру ребят, Пэт будет биться с Нибом в четвертьфинале КСПА Капа. Я думаю, это лучший вариант, который к вам уже придумать. Да, и Солар, смотрите-ка, свитч мутку делает сейчас. Дарк его пытается зашатать. Какой демош-люркер здесь наносит этой армии? Это катастрофа, просто космос какой-то. Вот, так, мутка поперла вперед. Гидральсков 4 штуки все здесь бегает. Под спорку надо отступать. Конечно, под спорку не отступает. Почему тут... Так, Дарк, вступи под спорку. Муталисков все больше и больше. Начинает Солар убивать здесь уже... Так, здесь несколько люркеров идут на четвертую базу. Пару муток будет там убито. Здесь мутка все наземное пытается зашатать. Сколько муталис? Здесь уже 15 у Солара муталисков, 4 еще в продакшне. Нужно воздушных юнитов, точнее противовоздушных вот этих сбривать все, что ездит. Кату Солар умудрился фокуснуть оппоненту своему. Здесь массоверы висят, можно соплай блок делать. Здесь все можно убивать просто и все. Так, контр забегание идет со стороны Дарка. Дарка пока еще и лимита больше, что самое интересное. Шатается еще 100 в оппоненту своего. Отступает люра Дарковская сюда. Да, или Тру там пытается... А нет, Тру пытается муткой пэта развалить, но по-моему там пэта в разминку либо лимиту выиграет. Достаточно спорок напилить нормальных. А, там королев много. Все в порядке. Так, и четвертую Солар минусует Дарку. Или еще нет пока? Так, 4 гидра. Что это они смуткой хотят сделать? 5 гидра. Это стек, смотрите какой гигантский. Да, гидра уже здесь ничего не спасает. Короче, Солар убивает. Добивает, добивает Дарка. Солар 2-1, Солар победит сейчас. ГГ, да? ГГ пишет Дарк, отлично. Пэт выходит из группы. Это просто удивительно. Пэт не зря прошел на этот турнир. Вы говорите, как он Дарк убил. Пэт Дергов всех зашатал. Очень красавец. Молодец, Пэт. Радуется. Закрываю к чертям тот стрим, чтобы не лагал. Так, у них у в игре 4 минуты. Какой там у на 3-4 минуты? Классик гумиху, походу. Вторая карта и какая? Так, лайф, что там, лайф, где лайф? Менее минуты лайф. Ё-моё. А, лайф с крейдером. Лузера бьется. Ну ладно, это нам не интересно. Так, Солар. Реалити скином бьется. Ведет 1-0. Но в финале венеров Реалити Солар будет. Ой, или Солар против победителей. Не факт, что еще Реалити победит. Посмотрим. Че, посмотрю, что за стримы там есть. Пэтнип в Каспокапе. Первый четверть в финал. Кстати, Катом плывет вообще. Но это великолепный шанс Нибу как минимум в полуфинал попасть, я вам скажу. Пэтнип, потому что Тива и Зес там будут биться два тиммейта. В другую часть сетки. Ничего, Ниб не может Пэту зашатать. Да, по-моему, он обязан Пэту зашатать. Нибу будем смотреть, но не сегодня. Пэт не шатал дарко. Как раз-таки Пэт и шатал дарко, ребята. Пэт не шатал дарко. Нет, Пэт не пустил дарко не на этот турнир, что мы смотрим в данный момент. Он не пустил на Каспокап его, а мы сейчас смотрим в Айфенка плывет. Гумиху в сети. Гумиху в сети. Классик 2-0, Гумиху минус 2, говорят. Ну что ж, замечательно. Соллар в полуфинал попадает. Надо, наверное, в финал Венеров смотреть. А Классик с кем будет, кстати, играть? Гумиху. Кстати, он в Дарк, а нет, Дарк наверх упал. Гумиху будет с тираном играть, а Дарк... Погодите. И Дарк будет с тираном, получается, играть. С кем-то. Кином и реалити. Ну, Соллара, начать смотреть. Соллара, начать смотреть. Так, Варди в группу зайдет. Соллара, начать смотреть. Так, на кипбетике, кстати, ставочки есть, кому интересно. Там надо следить пристально за всем происходящим. Сегодня, кстати, очень много нефаворитов побеждало в КСПК, помимо Ти Вай. Да? Пэт Хира 5.34 коэффициент на Пэт, она залетела против Хира. Вот это да, блин. Здесь просто космос какой-то. Ясона Веск. Веск сегодня играет отборочные. Вот, поэтому он отказался. Продолжение следует. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, я с вами, но сейчас я еще отойду, потому что чаек уже начинает давить все больше и больше. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok Так, сейчас подойдем секунду, ребят, подождите. Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Так, все, ребят, теперь я абсолютно точно вернулся. И жду вместе с вами продолжения. Мы все ждем финал Венеров, где Соло ждет победителя матча Кин против Реалити, блин. Ну, что-то никто там побеждать пока не хочет. Я сейчас посмотрю, нет ли стримов где-нибудь. Вот. Ну, впереди у нас еще много матчей. Так, Дарк Салаевом будет биться, между прочим. Видите, Дарк Салаевом, да. Классик будет с Кином или Реалити биться. Сейчас Варди посмотрю Тейк ТВ, посмотрю, всех посмотрю. Да, Варди ждет. Все, короче, ждут, по ходу дела. Да, все мы что-то ждем. Ну, будем ждать. Дарк Лайв, конечно, можно было глянуть, но как-то финал Венеров поприходнее. Еще, может быть, и Кинолайв придется посмотреть, потому что не в акцию там 2.0 будет. А сейчас вроде как 1.1 указано, да? 1.0, точнее, указано в пользу Реалити. Ну, в общем-то, в любом случае, как минимум, у нас будет финал Венеров, финал Лузеров и общий финал, как бы, да? А в общем финале может быть 2.0 по данной системе. Потому что если из Лузеров выходит человек и выигрывает 1.0 по 3, то ему нужно 2.0 еще взять, чтобы победить. Кто из Венеров, тот ему 1, соответственно. Так, ну и, кстати, будет Лузеров малый финал, достаточно интересный тоже. Пока ни хрена, а вот Кин вернулся. Так, ждем счета от Кино Реалити. Так. 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 так зрелище хлеба давай сейчас нападам так так еще инвайд это будет нет что за фигня тут нормально вообще что не дрочатся что ли очнивые просто никого не заинвайтили вообще я пытался прорваться я думал в арбе заинвайтед из группы короче придется рестримить по ходу дела так Продолжение следует... 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 Все отлично в игре. 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 Все отлично. Все отлично в игре. 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 В игре. Все отлично 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 в игре. Продолжение следует... 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 Три ксмки сейчас сбрил этим врывом Солар кинул Кин выдвигается на центр Есть танчик, марики, гелики Армори нет, хелбатов То есть не будет, надо заезжать как-то Все, щиты-то отделались Плюс 1.67.78 Лимиты боевые близки, я бы сказал Сейчас очень даже Для тирана это всегда хорошо Но гелики, например, это 12 Лимита практически бесполезного Боевого, то есть они особо тут Тролли против Роучи в битве не сыграют Нужно идти вперед Роучи, Реводжеры, там подземные муф Гелики взлет, они секунду поживут Там потанкуют и все Пошли фаербольщики Не попадали, кстати, эти фаербольщики На танки, странно, что Кин ушел Посмотрите, какой куча Солар здесь дерется Жесть какая-то Фаербулы в молоко, сейчас 1237 Но я уже вижу, что Кин Ни хрена тут Солара не пробревает И стоп, он какую-то великолепную позицию с танками не займет Сейчас и не убьет его Прирост био подходит Прирост хорошее Сгружаются танки Ну ничего такая позиция Здесь в центре, наверное, лучшее не придумываешь Но все равно не получается Пробрить фаербольщиков В пару по себе, Солар попадает Здесь контур гроб, блингов еще идет неплохо 10 ксм уничтожено Все, пора уже идти в атаку Целиком и полностью наламываться Неплохой сейчас рот со стороны Кина был Солар был не готов к нему Не убил лимитуса Фаерболы поби, уйдут танчики Так, танчики киньи доконтроливают Да, Солар здесь отбивается Это пак 75-121 И судя по всему А, сейчас еще подземную муку будет роучем Нет, совсем беда Вот, и так Скан пошел, вот кинем Закапывается, выкапывается Ну, то, что подземная муку будет увидеть А что толстый-то, лимит-то печальный Все проседает 1-1 Прошу прощения Третья решающая 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 Ну что, ребят, третья решающая, поехали, начинается игра. Что-то активность чатики снизилась очень сильно, ну хотя время-то еще 5-й час, только, наверное, много их работают, просто смотрят на фоне эти игры. Кин Солор 1-1, ребят, так, уберу лишние символы у никнейма Кина. Кто победит в этой игре, уж точно второе место займет, попадет в финал. Проигравшись, соответственно, в лузера, упадет, это очевидно, да, как бы. Так, шестигранник-то из луны свалился, е-мое, какая-то была-то. Запись того, как я собирал диван, выложена давным-давно, можно посмотреть, собственно говоря. И в первой части на 25-й минуте видно, куда я его положил ровно, там человек даже провел следствие, в комментариях написал, увидел. И я сам потом понял, что да, там это было видно. А я в конце пытался искать, там другой шестигранник был маленький, виден. Дальше было не видно. Так, реперочек строился. Второй барак ранний стимпак, вот Кина сейчас будет. Репер летит вперед, заметит овер его. Нет, овер не замечает. Шесть лингов, репер прилетит, начнет шатать, все стандартно, короче говоря. Что-то уж сегодня, приболели даже. Шесть лингов, реперечка строился. Да, делается му-повером. Ну, Solar играет в такой, в общем-то, надёжный StarCraft с разведкой, с муверов. Сейчас это уже стандартно практически стало моментом, мув этот овер. Реактор StarPort видит, очевидно, что если реактор на бараке StarPort, то это дробь мариков именно. Посмотрим, к чему этот дробчик приведёт по итогу. Надеюсь, у нас инженерка на рампе, наверное, одна или две будет пока непонятно. Возможно, от Кина будет двухбазовый. Кстати, тайминг очень сильно работает. Ну, что, Reaper что-то туда-сюда летает. Коготь, 1-1 точнее, даже не только Коготь, заказано. Здесь Тимпак почти готов. Медиваки тоже сейчас будет готова. Один, правда, позже, блин, на 2-10 секунд. Чем другое делает? Фейл, на самом деле. Не надо так втыкать. Дарк Солар. Ну, может и Дарк Солар финал быть. Если Солар сейчас выиграет Кина, например, то на Дарк Солу Зерам пройдёт вполне возможно. Ну, счёт 1-1, и Кин может сейчас Солара пробрить и исключить возможность ЗВЗ. Это бы даже хорошо было бы, я думаю. Ой, разбивает Кин. Лаба на факте, плюс два варака ещё пошло на факте. Погодите, что тут, это танк будет или нет, интересно? Пока никаких танков не пилится. А нет, вот танчик пошёл. Выход идёт. 14 мариков, 2 медивака. Мало мариков, как-то здесь медиваков больше не заказано. 3 барака. Плюс, да-да, 2-х, базовое давление дальше от Кина будет, но марики не строятся медиваками. Тоже нахтыкал. Вот сейчас бы строил бы, сразу бы медивак. Вот это всё бы загрузить и сюда, вот представьте, вот эти марики, плюс ещё полный медивак. 12 плюс 8. 20 мариков и 3 медивак. Что у Собора вообще есть? 36 лингов, 8 королев. Это можно было всё убить на стиме просто. Как раз щиты уже тут подъезжают, между прочим. Так, летит дробчик. Щиты есть у мариков, кстати говоря. Нужно выход делать, наверное, кинуть сейчас. Мариков Ксилнаги отгоняет. Кинчик. Заходит на Ксилнагу. Позиция хорошая. Танков много уже там. Два есть, третий строят. Сейчас ещё медивак полетят. Так, ну мы к Бэйнам у Соллара не готов. Всё, кин выдвигается. Здесь Уверсир летает. Надо Ченчинга сбрить. Танчик третий сейчас будет готов. Кин тут рядом с Крипом бегает. Вот сюда надо позицию занимать и пытаться Соллара пробрить. Нужно делать это до готовности покатушек, потому что как только они будут готовы, будет это экстремально сложно сделать. Передропывается кин. Куда он собрался дропаться? Это чуть не понимаю. Так, на ТГ прям три медивака и два танка. Так, на Лубраунд тоже приходит марики сейчас. Соллар всё прекрасно видит. Бэйна заходит. Двух сторон здесь принимает твой кин. Часть мариков отдал. Снизу, сверху. Прирост, Соллар, отёк. Я сейчас, я, конечно, понимаю, там все дела. Кин хотел как лучше и всё такое. Зачем придумывать велосипед? Вот я не понимаю. Почему было не прийти вот сюда, не прикрыть этот прирост и просто сконцентрировать армию здесь и давить? Зачем было мудрить и залетать сюда наверх? Не знаю. По-моему, Кин сейчас ошибся с этим именно действием. А в таких играх, такого уровня, тут такая ошибка, она критическая может быть. Всё, мы в покатухе бэйлингом готовы. Мариков недостаточно. Танки не спасают. Соллар, короче, отбивается здесь. Лимит уже ровный более-менее. Ну, пока, кстати, боевой-то ровный. Ну, у Соллара 2-2 делается. У Кина 2-2 не делается. Танки вроде как дропаются, пытаются что-то сделать, но теряет танк очередной. Ну, что-то 4-98. Прирост большой у Кина идёт. Только этот-то его сейчас и спасает, на самом деле. Так, танк пытается королеву забрать. Забирает королеву. Криптуморы выбивает. Кин сейчас. Надо ближе подводить танк. Мулу уже кидает. Понимает, что там не добыча важна, а танчик этот важно вычинить. Заходит Кин на ХГ. Там где-то вдалеке там находится. Плюс 2 медивака подлетают. Танк надо бы ближе подвезти, что и делает Кин. У Соллара много. Бэйнов уже королев здесь масса. Подкачало в этой игре последний Кина именно исполнение в плане первого удара, а не в плане контроля и что-то такое. Не туда пришёл, просто не туда прилетел. Так, пошёл на лон. Соллар 2 стал рон ломиться сейчас. Кин пытается вступить. Сплит я что-то жёсткого какого-то не наблюдаю. Танки дропают вроде. А вот сейчас уже сплит неплохой такой был. Не продолжает Кин давиться. Типа лимитов плюс. Вырывается. Пока 1-1. В 1-1 грейдает шанс для Кина, естественно. Блин, минок нету. Танков нет, ничего нет. Нет юнитов, вокруг которых контроль мариков можно выстраивать. Здесь просто нужно супер автоматон сплит. Всё как бы. А какой сплиткой здесь королева есть? Вот хоть либератор один подлезет. И то что-то. Ка-2-2 будет у Соллара. Всё кинул. Точно не дожать будет здесь. Ка-2-2. Соллар пытается заводить сверху юнитов. Всё, пошёл на лон. Либераторы здесь просто королевами подрались некоторое время. Там Кинг снизу сплитанулся. Беллинги идут на му. И что такое-то вообще? Хорош Беллингов сейчас Кинг, кстати, подшатал. Но Соллар постоянно морфит. Но в полиаметру в плюсе. 2-2 доделали. Всё, с 2-2 уже вообще тяжко принимать бой кинул. Пошёл сплит. Неужели, Кинг здесь продавит всё равно? К-к-с, Соллар в финале. Ну что, надо Дарка останавливать, иначе Дарк Соллар опять в финал будет. И это уже доставать начинает немножечко. Слабые зерги начинают немножечко доставать. Дарк Классик у нас. Опа. Ну что, ждём инвайта. Я так понимаю, мы успеваем. Дарк Классик. Сейчас у нас Дарк Классик. Потом Победитель против Кина. Потом Победитель против Соллара. В podemых. Победитель против Соллар. Победитель против Соллар. Продолжение следует... 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 Опа! Фотонит! Классик! Офигеть можно! Я уж смотрю и вижу это! Здравствуйте, ребята все! Очень всех рад вас видеть! Классик объезжает хитро там вокруг. Дарк не готов к фотонкам. А что рампу не стало здесь в фотоне? Здесь еще и на ХГ можно было. А, ну зато с этого, вот с такого пилона можно зафотонить. Кстати, странно, что вот здесь классик пилон. Вот если сюда пилон ставить, где пробка стоит, можно здесь фотонку запилить и здесь. И все, эти две базы двумя фотонками будут тупо заблочены. Так еще лишний придется пилон с той стороны строить. Но, с другой стороны, фотонка прикроет пилон. И если нужно будет, и с той стороны сможет как бы, да, зафотонить классик в легкую. Здесь у нас гейт, кстати, после фаржи. Да, странно, что не Нексус, но решил классик, что вот так лучше сделать. Может быть, даже это два гейта после фаржи будет. Нужно ли как-нибудь стоп бы фотонки нажать, чтобы она вообще не начала стрелять. Фотонка доделалась, Дарк идет туда на третью, понимает, что на третьей тоже будет застроена хата, и все. Так, видит классик, что здесь третья пока не ставится. Проверяет в правильном направлении, где действительно третья стоит. Здесь багаза добывается, видимо, реводжеры будут. Так, адепт мазеркор заказан. Надо Нексус ставить сейчас и, видимо, выходить в Старгейт, чтобы... Почему Старгейт эффективен при таких раскладах, как сейчас? Потому что у Зерга технологии поздненько. У него только королева, он не мобилен, можно разводить, в общем-то, этим Старгейтом очень неплохо. Готов мазеркор, летит к дальней той базе. Адепт здесь появляется, вперед идет еще один адепт строится. Нексус заказан, Старгейтов никаких нет. Парабам, пока что впереди, соответственно, у нас классик. Так, адепт что-то погулял, погулял. Да ничего не стал делать. Здесь пробка мимо лингов катается. Опа! Дарк-то обманывает оппонента. Смотрите, он просто вперед сейчас в тупую пошел. Здесь Старгейт заказан, но в этот раз классик как-то более, по-моему, реагирует здесь. Хотя, как более? Все это на... А, не, на двух пилонах. Но вот это все на одном пилоне, что там рядом. Нахрена нужна Сентря, если варп не бустится? Тоже понятия я не имею. Так, заказана Грелка. Вот сейчас Грелка может помочь, потому что Королева всего одна. А, нет, здесь еще две сзади идут. Но пока те две подойдут, эта одна может уже слиться. Ну, в этот раз варп доделся уже. Надо открывать. Так, адепп спускается вниз. Один реводжер сейчас упадет, абсолютно очевидно. Нет, ушел куда-то вдаль. Трансфьюзер ждет реводжер этот, черт. Давайте Грелку на фаерболах. Отдади Мазеркор с той энергией почти куда ты повел его в свою ж ты это дивизию, блин. Одного реводжера все-таки отдал. Грелочка вторая постраивается. Пилон новый надо запилить, очевидно. Задолбал он фаерболить уже, подумал. Наверное, классики, я вроде не знаю, что он там на самом деле подумал. Но фаерболить он действительно задолбал. Фатонка заказана. Кибернетки все сейчас не станет. Так, одна фотонка все заказана. Да, там фаерболы прямо по фотонке идут. Нужно новую ставить. Фаржа есть. И что он сразу потом их не подстроит? Не понимаю. Грелки две. Ну а что здесь две грелки делают против трех королев с трансфьюзами? Дарки им-то дерьмом вообще выигрывают. Я поражаюсь просто. Филк-то еще есть? Нет, филк-то больше. Уверчажей все, больше нет тоже. Так, одну грелку сбрил. Вторую пока не сбрил. От фаерболов уходит. Право в центрю одну умудрился. Минуснуть грелку у нее. Давай, почему третья эта грелка не строится сейчас? Ну что за катка... Канализация оголима. Ё-моё. Дарк пробревает. Как же нелепо он пробревает. Ну построить третью грелку. Все, три грелки убили всех королев. Нет, построил две и остановился. Я не понимаю, как для корейцев такие вещи не очевидны. Но медленно ходящие королевы просто... Те пришло три. То есть можно как отбиться? Либо просто перемасив все это дерьмо окликом. Либо выбив, например, королев. И тогда по воздуху никто убить не будет. Он построил две грелки и перестал их строить. Нахрена? Не понимаю я его. Ну ладно, все, пригорело, ребят. Бывает. Классик. Домой, короче. Классик. Протсов не остается дальше. Дарк Кин сейчас. Кин, между прочим, Дарка в группе С зашатал в мясо. Но если сейчас Дарк зашатает Кин, то финал-то Венирух. У нас Солар против Дарка, между прочим, будет. Так что вот так вот. Вот смотрим игру. Мы еще раз... Видишь, вторая грелка строится. Ресурсов у Классика... А, газа у него не было. Вижу, теперь газа нету у Дарка. Но он в Сентрии наваркал. Тут нафиг ему Сентрии против Реводзеров тоже непонятно. Нет, Сентрии всегда помогают. Но, блин, сейчас грелка, конечно, нужна была. И юнитами надо стараться. Именно Королев было фокусить вместе с Мазер Хором. Причем пытаться, я так думаю, масс фаербола здесь. Не, ну Дарк четко, конечно, такие билды отыгрывают. Я смотрю просто и удивляюсь. Да, молодец, молодец. Ну, ошибка классика, мое мнение. То есть, одной Сентрии достаточно. Строить третью грелку. Все. Фатонки. Причем не надо фатонки выдвигать. Сзади за некусом две фатонки строишь. То есть, поэтому Сентрии меньше нужно будет. Да, пофиг, филдов нет. Пофиг, он ворвется внутрь. Но так у тебя будет на третью грелку надежда. Сзади будет пара фатонок. Там какой-то минимальный довар. Плюс пробочки. И можно будет, короче, отбиться. Ну что же, развязка близка. Матчи великолепные, ребят, у нас. Кончился у нас Каспакап. Я сегодня полностью не стримил. Только три матча постримил. Это Венера и финал Венеров, да? Вот. Прошли Тиваль с первого места. Будет биться со вторым местом группы С. Вот. И прошел у нас Пэт, который будет биться с Нибом. Между прочим, по-моему, если Ниб просто отыграет без нервов, так же, как играл в группе, это легкая жертва для него, по-моему, будет. Да? Но посмотрим мы все это в плей-оффе. Завтра группа сценок Каспакап не пропустите. Потом я перешел на лайфэнкапш. Плей-оффы сегодня, а плей-оффы в состав великолепный. Масса корейцы просто. Так, Гамлет, Мана Блай, Маса Курущ. Черт, Блай где-то там сегодня играет. Посмотрим, посмотрим. Так, 3-го, 2-го октября четверть финала на Каспакапе будут. 2-го октября. 3-го октября полуфинала и финал. Короче, в Каспакапе будет интересно. Ну а вы, ребят, помните, что поддерживать меня и мой канал приветствуются. Как вы знаете, под блоки просьба отключать. На премиум подписываться. Ну и по реквизитам в описании через плеер старайтесь поддержать. Ждем мы продолжения. Какой финал будет пока непонятно, абсолютно. Непонятно, абсолютно. Продолжение следует... 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 Все, Киндарк начинается. Солар одолел Кина. Но недавно Кин выигрывал Дарка, как я вам уже говорил. Сейчас я вернусь, ребят. Продолжение следует... 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 Здорово, Ботлмэрчик, кстати. Прилетает Банша. Ну да, я, кстати, еще и подумал, так если скайп, да, там. Право-то единственный заработок, например, а кто-то подумает, блин, ставит семью в зависимости от такого дерьма, да, как бы просто там тоже неправильно, не буду ему присылать деньги, пусть чем-нибудь другим занимается. Вот. Ну, хотя, кто так думает, в принципе, как бы не поддержит, да, скорее всего. Понятно, что это игра, но чтобы все освещать, абсолютно, это нужно просто немеряно времени, естественно. Прилетает Кин, семь дронов, еще минус нул, но где-то тут Нидус должен быть сейчас, и так, получится ли его отбить? Вот на мейне Нидус пошел, нужно срочно на мейн 7 идти. Ну, тут, кстати, марийки танк есть, 4 гелика, бандши назад возвращаются, что есть у Дарка, 4 крейл и 4 роучи, 14 лингов, не так уж много юнитов, в принципе, танк сидится, королева выпадет, ой-ой-ой, сколько много трансфюзов-то там, у королев очень много. Надо вот эту долбить, потому что в ней больше всего энергии, она не сможет протрансфюзить, да, отлично, что она упала, в это время линги пытаются стенку пробрить, но там есть чем встретить, оверсира нету, ошибка-то какая? А вот он прилетел откуда-то сзади, но это ошибка была от Дарка, сейчас, что он сразу оверсира не взял, в итоге Кин отбивается здесь абсолютно точно, 15 ровов потерял, но ситуация для него более чем хорошая, чем она хороша, тем, что у него есть уже стимпак, у него сейчас будет 1-1, у него есть танки, и это гг, Кин, Дарк понимает, что здесь ничего не сделает. Рахан, скажи, пожалуйста, как переключаться между Мейном и Натуралом, не знаю, что ты имеешь именно в виду сейчас, что значит переключаться, то есть можно переключаться, бинди местность, например, это Ctrl-F, с Ctrl-F2, нет, Ctrl-F3 обычно стандартно, начинаешь, в 2 выбор армии, жмешь Ctrl-F3, забиндил местность на Мейне, забиндил Ctrl-F4 на 2-е, F-3, F-4 жмешь, переключаешься, можно перебиндить, меня, например, перебинджена, как там, это в игре, консолечка, которая, буква Ё, где это выбор незанятого рабочего, вот, F-1 выбор армии, все, ну, а с F-2 вот эту всю, вирусную песню, нет, не гоу, вирусную песню, потому что мне надо, на YouTube надо будет стрим выкладывать, никаких вирусных песен здесь, не будет, точно. Субтитры сделал DimaTorzok все, поехали, ребят, следующая игра начинается, субтитры сделал DimaTorzok 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 чаще самое главное но это а палка двух конца вы чаще делаю больше поддерживать чем выше люди сидят как вода все время весь день каждый день то есть в один день он зашел не поддержала путь на другой зашел поддержал почему больше настроение появилось там или денег не было а теперь появились они допустим когда вот плюс еще много-много всех моментов плюс кто-то в один день зашел это весь день смотрел да там это все важно лучше плюсы поддерживают и желание больше естественно чаще все это делать смотрите-ка элегантно просто от дарка здесь ребята королевы линги приходят на мейн кинул ксм очки врывает вперед залп у королеве трансфюзы сразу же пошли королева спасена хватит ли ксм их здесь и мариков а чё ксм кто увел куда увел-то рано увел е-мое хотя сколько мариков глядите уже е-мое реально много экстра соопла здесь танчик спасай кин спасать танчик спасает танчик танчик надо вычинивать кин отбивается от дарковского врыва этого ребят это фактически 2-0 здесь ничего уже за аргу не сделать будет танк надо вычинить для пошечку надо закрыть чутанк то никто не чинит краснющая кп ключевой юнит фактически здесь лейра нету ничего нет а бэлинг с бэлингами еще попытка будет очередная такого врыва бункер заказан 29 секунд он строится успеет до бэлингов там прийти вперед интересно прийти сейчас дарки не знаю марик одного потерял овера не забрал танк почему-то не вычинит депошечка тоже 200 здесь все надо вычинить по моему абсолютно так там все-таки вычинит бункер то что будет это ключевой момент с бункером гораздо проще бэйна будет отбить шестьдесят сорок четыре все танчики залпы идут короче кин в легкую отбивается здесь бэйлинги сливаются пятьдесят шесть-тридц по лимиту здесь нету никакого урыва сейчас поет кин дожимать кин дожимать чем заработок от дохода лечается ничем я об этом и сейчас и говорил а в натуре кулак должен на втором месте вы чё-то я тут проморгал этот момент а почему так я дашь хз так счет да забыл сменить кин 1-0 ведет здесь уже дропы пошли от кина дарк сливает королеву сливает фактически игру либератор прилетает раскладывается королевка еще пытается его отбить это бьют кстати да надо было на краешек самые вот эти минералы блочить дальние пытаться тогда возможно рэндж бы королев не так бы не так бы рэнжа хватало ну еще либератор дэмэджный был сюда можно один танк привести просто заблочить базу это все арморчик на мэне заказан так два танка марики вперед без стимпака без всего ну кин понимает что зачем давать время зерку там что-то там сделать отстроить каких нибудь бэйнов больше там грейдов покатушки не дай бог делает найти даже мать викинга сливает на ровном месте нафиг аккуратнее надо с викингами с этими быть танцы что-то тут странно летают куда-сюда пошли залпы бэринг падает там нужно один вперед подвести немножечко что и делает кин стимпак доделывается тоже дарк понимает что тяжеловато ему здесь будет ну и не помню ему просто тяжеловато это победа кина ребят ну я надеюсь что кина солара одолеет хоть одно ботрип чтобы два ботрип например посмотреть нам в финале но факт в том что финал будет не завз не смог дарк одолеть кина и кин будет биться соларом который уже победил кина 21 вине раха за это ему все одно бутри нужно слова выиграть такие ну два соответственно но это ему под силу он таких крутых чуваков шатает смотрю здесь гг пишет дарк ези кин просто как-то вообще фатальная ошибка старкрафта какая-то сейчас была это дичь какая-то фатальная ошибка хорошо ботал ночь пока я не вижу про что возможно писать так захожу назад а а а и а и и Ну что, финальный матч, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Так, переименую, пожалуй, стрим. Что это финал, да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Юрий, подчеркивание, Шира поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Помми, покажи сердечко, порадуй, работяк. Сердечко... Вот здесь вы все, братва, в моем сердце. Спасибо всем. Спасибо за поддержку, короче. Так, погодися, 3, 4... Все, кулак револьвера, писюн револьвера. Ё-моё, я уже путаться начинаю. Все поддерживаю. Самого револьвера нету. Так, победа! Тут что-то дропнуло всех нафиг. Ну вот. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Солар третью раскачет 1.1 Королева Линги. Стиль, короче, Тру здесь, в общем-то, идет. Я не знаю, стиль ли это Тру, можно ли так называть. Тру-то тоже в первом Снуд вообще придумал эти МАС Королевы. Вот, но целиком и полностью именно вот этот Билл Снудовским тоже не назовешь, потому что корейцы и в том числе Тру его грейданули, немножко по-другому исполняют, да. Но в целом очень интересно получается. Короче, стиль Королевы Маслинги в начале и потом выход Бейнов. Здесь у нас дробчик идет, серьезный дробчик такой. Так, раскрутите. Вне Вижена вообще чего-либо сюда умудрился Кин долететь. И заходит спокойно тут в центр, в общем-то. Будет крип, видимо, снимать сейчас, пытаться со сканами. Пошел скан, блин, пониже бы надо было скан кидать. Ну, как смог Кин, так, собственно, и кинул этот скан. Что-то бегает туда-сюда. Тем паче пытается Королев подрезать. Гранатка на Королев неплохо сработала. Одну подрезает. Кин, ё-моё, бедняги, маленькие, сбил ли самолет проклятые зерги? И не получилось улететь вообще отсюда. Вот. Так, что там? Что-то... Что, раскрутилось, блин? Так, голосовал купельну. Винс 777 поддержал ваш канал на сумму 300 рублей. Спасибо за настроение погружения в мир Старкрафта. Спасибо, ребят, голосовал купельну. Голосуйте. Спасибо, Винс 777. Тебе очень приятно. Спасибо всем, братва. Короче, завтра Каспакап приходить, смотрите. Завтра СГЛ будет в 16.00. Сегодня, по-видимому, после этого финала придется прерваться. И если кто-то сетку найдет на тот турнир, который Блайвич скоро будет играть, буду признателен. Я хочу посмотреть, что там за сетка вообще. Ну, найдем после этого финала, если что, в любом случае мы ее... Но я пока не знаю, что там как. Может, дома надо, может быть, буду дома, может, еще где-то. Короче, разберемся. Ну, Беллингом Соллар делает. 114.92, пока все замечательно. Привет, полуопупевший. Вижу по никнеймам, что это ты. Но, блин, такие никнеймы, я тебе скажу, на грани просто... На грани фола просто здесь. Тысячу лет назад тиран сделал 1-1. Где 2-2 вообще? Грейды понятия не имею. Узерк по агрейдам умудряется... Хотя, не, узерка раньше было. Спасибо еще раз. Тейвинс сейчас я... Добавлю Винса. Сюда. Как-то так. Так, есть дробчики, идут по всем направлениям просто. Чуть не сбил дробчик сейчас Соллар. Очень уж много у него как-то здесь лингов. Причем газ он вообще не везде добывает. Дробчиком очередным четвертый ухат успевает, пока я писал, блин, поддержавшего Винса. Спасибо тебе еще раз. 2-2 делается. Можно просканить, можно крип выбить. Ну, решил. Точнее, не то, что ничего не решил. Крип не успевает выбивать. Да, кстати, с Чалликом мне еще надо выйти и будет погулять, даже если я с Ким продолжу куда-то ким. Что ты делаешь? Ну, что это за дроба? Такие вэрлинги 4 штуки прикатились. Все убили, блин. Внимательней надо быть. Сейчас Соллар и Стамин 2-2 поймает. Я думаю, что больно кину. Будет. Смотрите, какой здесь опаснейший лимит. Но, правда, еще хайва никакого нет. Если просто Ким будет отбиваться, то все нормально будет. Но нельзя терять по столько... Так, куда там все? Прямо на королев прилетают медиваки. Ким, пожалуйста, не надо так ошибаться. Мы хотим посмотреть 2 по 3, а не 1. Причем такое мертвое. Соллар просто унижает своего оппонента. Ким пытается уступить. Здесь даже если ты трижды бьян, всех этих бэллингов физически не успеешь отфокусить. Слишком много Орден Тарсона не произошел. Но ЦЦ-шка не успеет даже прилететь. Она догорит. Здесь тем более как ты вычнешь, когда Субагу убивают. И 2-2 даже не успевает доделать скин. Соллар великолепен. Просто последнее время. Клишинг ГГВХОМ. 1-0 Соллар. Полная печаль. Привет, Наргил. Всем привет. Всем привет, ребят. Жду ему это в следующую каточку. Какое сегодня число, кстати? 28-ое. Два дня до конца месяца. Осталась среда, четверг, пятница. Да, суббота уже, октябрь у нас получается будет. Что такое переголосовать было, бутыл ночь? Ну, голо сунул, а потом еще раз сунул всем что-то там, куда-то там. Суббота. Остался ли мне дастик. Два дня до конца. Подписывайтесь на субботмат plenty. Раунд. Раунд. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Готовить параллельно ты не сможешь потому что готовят к полету на конкретном типе на конкретном аппарате куда ты там параллельно будешь готовить это тебе не фильм про дурачков эти новые на Марсе в теплице на Марсе поселился и все ок полукупевшие да это все в клуб там предвыборные у них что-то там что-то там с перебором уже заговорили про Марс начинаем на Луне да конечно были американцы на Луне я думаю что много правда там странностей например такие которые мы еще даже в институте учились об этом разговаривали там про то что например наши луноходы которые на Марсе побывали они там сколько-то там стоили 200 грамм грунта привезли и наши всем ученым раздали например на изучение американским в том числе американцы по их заявлениям там какие-то килограммы привозили просто гигантские но никто их не видел то есть много такого всякого есть я думаю что летали космонавты говорят наши то есть были же радиоперехваты и все дела может просто не пилотирма там что-то было не знаю я думаю что да было все это короче давайте ладно не будем про космос здесь у нас космос в игре 86-85 по лимиту в данный момент три барака работают реактор на фарк сейчас еще бараки будут добавляться solar 4 их отстроит по грейдам solar впереди 1-1 раньше сейчас лейер доделается может 2-2 заказывать газа 4 добывает пока что не знаю хватит ли у него на 2-2 по кд заказывать наши войска атакованы так 2-2 solar пока не заказывает покатухи бэйном пошли вот пошел армор сразу же но у кина есть шанс приблизиться да по грейдам сейчас хэф ему нужно по пд 2-2 заказывать тогда по 3-3 он сможет обогнать я думаю солдар хайф сверху хотя сейчас хайф тоже принято вот уже посмотрите вот уже инфестейшн пошел под будущий хайф то есть в принципе можно и по 3-3 даже солдар обогнать ну очень пассивно пока кин конечно играет ему бы выйти крип бы хотя бы здесь от контроля вот отсюда видишь за один скан можно этот крип отсюда прогнать приехал один долго сканил ну тут несколько крипов выбил но осталось 3 еще блин вот что значит крипы много тянуть и завтыкал пока летал с 2-2 вот 2-2 пошли армор у кина пошел так разгружается кстати так загружает мариков очень опасно было сейчас 6 тихо погрозить так нет ботович насколько я помню никто ничем там не делился про всякие эти фильмы в стиле рэнси и про то как там они не летали но это тоже конечно пуфта все так что наши пусть прикрыли программу освоения после того погрозишь то есть это чисто политическая получается движуха была да вообще много чего жаль ладно ребята игра идет 159 172 стимпач скин как минка сейчас могла жахнуть одна только жахнула вторая так жестко как первая не жахнула и сейчас у ткин на халяву блин сейчас ткин дает Солверу возможность подраться на 2-2 грейдах против 1-1 киновских да и это очень-очень опасно ну кстати позицию он на хг здесь занял здесь можно цц ставить четвертую пытаться раскачаться здесь депошечка открыта дичайшее забегание сейчас от Солвера прямо идет смотрю на третью базу здесь рипер смотрите вот он боец который давным-давно здесь был стоял до сих пор дерется здесь забегание лингов большое идет здесь одни мародеры сколько мародеров кин на халяву отдает кин что-то творишь в это время пытается прессовать типа супер мультитаскер кин по лимиту пока у кина более-менее неплохо так минка делает залпы марики под ударом здесь все дэмэдж но у кина надо сваливать отсюда нафиг короче часть юнитов не смог ее свалить но вроде как позиция в центре занята и боевого лимита значительно у кина больше нужно правда все вперед вести как можно быстрее и не отдавать вот так вот мариков кучками просто отдельными крип вроде отогнал немножко один криптумор только снизу остался так где-то был дроп что ли я чуть пропустил возможно да я где-то дроп пропустил сто один восемьдесят два по лимиту кина реально больше вот он стимпатчится еще раз заходит два криптумора новеньких выбивает здесь еще один крип сверху у нас хг забрать криптуморы силнагу кин занял но в это время контр забегания от солора очередное идет нужно про стимпатч чтобы успеть вернуться назад что и пытается кин сделать он успеет вернуться безусловно там три ультрала уникальный армур уже это печаль вообще это печаль что там ультрала так уже штопаются в таких количествах штампуются 3-3 кин заказывает заказывает либераторов понимает что здесь уже не продавить солор очень грамотно пользуется контр забеганиями все правильно делает молодец что тут и говорить еще 140-157 лимиты ультралов много пятая уже солора и пятая добывается надо было во время этих выходов как-то поразводить солора да а как ты разведешь понимаете какой контроль карты чисто пол карты солор свой отсек вот летит медивак и все его видно уже там за 3-9 земель до подлета вообще хорошее обнаружение у зерга в общем то что и говорить тут неagens . . . . . . Гафаются минки. Неплохо тут они побомбили, конечно, 4 мины. Масс, ну как масса, 11 дронов погибло, лингов еще больше могло бы погибнуть, но погибло сколько увидели. Сейчас пытаются кинуть в гастов, выйти в либераторов, но все, что нужно кину, попытаться занять вот здесь. Точнее не попытаться, а занять, потому что если он только попытается, а не займет, то это гг будет. Вот если он займет там с либераторами и выйдет 200 с гастами, 3-3 грейды уже сейчас будут, то будет все нормально. Так, идет шестую хату от меня с кинсоузом, а здесь пацан стоит опасный. Там караптеры уже, емае, плюс один на караптеров. Их с ними тоже ведь чем-то бороться надо. Но гасты смогут бороться с караптерами, кстати, кина больше лимита боевого, обратите внимание. Здесь забегание с бэйнами от Соллера пойдет сейчас, но нужно, блядь, я не знаю, почему тираны сейчас пренебрегают элементарной такой темой, как бункер, например, вот на этом направлении. Так, сбрил в центре хату, тут смотрю, кинсоузом. Увидел, что караптера есть, забегание от Соллера поперло. Есть гасты и био рядом есть, поэтому все окей, соседчиков вперед летит. Так, бэйн отрывает аж целых 3, да похе. 4-я тоже упала, чуть соплай блок не получил сейчас. Соллер забегает еще раз, надо встретить двух их лингами. Встречает кин в легкую, проблевается, Соллер вообще лингов не контролит, все уничтожены, проходит там, кто-то затанковал, вообще их расфоршмачивало всех, вкал. Вот, и зачем армур делать на этой стойке? Это же я уж не знаю, либераторы делаются против караптеров, против бруду, против ультралов, против всего. Атаку делать надо. Ну, посмотрим, бедный кин я вижу в комментариях. А как кин еще не бедный? А вполне себе богатенький такой кинчик. С гастами, с либераторами, со всеми делами. Так, минка, блин, всего на двух лингах стрелять, то минка, то минки правильно стреляют, то неправильно. Гасты, билы здесь приходят, депошечки падают, заходят в эллинги вперед, здесь мародеры затанковали просто вообще четко. Кин вычищает весь крип, короче, по направлению его бас вообще. Здесь можно сэшечку тоже будет занимать. В это время и дропы на хайграунде здесь идут. Ну, караптеров много, ё-моё, куда ты полетел? Караптер избревает всё. Грейтер спайр, армур 16 караптеров. Ну, слишком много лимита сейчас, зерга реально в воздухе. То есть кину сейчас бы нужно сделать бы побольше того, что будет бороться с брудами, с караптерами, и по земле он победит, наверное, уже скоро очень. Хотя не факт. Гасты тут на инвизии принимают. Вот здесь ультралы заходят. Надо снайперить, ультралиска. Десная першота. Либератор раскладывается. Так, гасты сминают ультралы. Здесь билы, линги, линги пытались забегать. Чё и вышел. 150, 161, 184. Лимита боевого кина всё ещё больше. На центре всё ещё шатает. У Соллера нету лимита. Может, экстра сапплаймы увидим. Давно, кстати, вот в Лотвине часто видишь, да, как бы, спорок заказанных, экстра сапплай от зергов. А ведь это прикольная фишка. Рабочих у кина всё меньше и меньше, но ксм-ок-то надо хоть чуть-чуть контролировать. Ким, что творишь-то? Падают депошки, чуть арморе не упало сейчас. Так, здесь босс что-то демеджим. Снайпернуть-то нужно его уже давно. Сам по себе босс тут ходит. Ким заметил, вроде как законтролил, отвёл. Девять брудов. У Соллера, ё-моё, тут уже армада воздушная. Видел ли Ким? Я думаю, что не видел. Ему просто нечем отбивать брудов сейчас, к сожалению. Причём они будут с армором, брудой караптера. То есть, если либераторы бы имели превосходящую атаку над армором зерга, можно было бы рассчитывать хотя бы на то, что, может быть, они успешно подерутся против воздуха. Ну, тут-то армор делал тиран, а у зерга сейчас будет армор. Всё, ноль атаки будет на один армор. Это катастрофа для либераторов. Они вообще ничего здесь атаковать не будут практически. Так, сканит Ким, видит прекрасно, что там бруды. Ну и что здесь либераторы? Уже нихрена не сделают. И что вот Соллера давать? Один ультрал всё. Кстати, если заснайперить брудов, то можно и отбиться попытаться будет, да, как бы. Так, на минке забегают линги. Санчики делают залпу. Планетарка вроде как держится. Снайпершоты по брудам пошли. У одного Ким вроде как от снайперил. Минки копаются. Ну а что минки против брулингов? Это ж нех. Так, от снайперил. Там у верстера Ким. Дробчик на дальнюю базу двумя медиваками. Плюс против брудов для тирана то, что у его армия более гораздо мобильная. Это очень важный момент, да. Здесь линги приходят, бейлинги приходят и мне контролят этот дроп. Блин, надо вот при таком, при такой игре нужно супер мульти-таск. Нужно быть у Кубьяна такой мульти-таск имеется. Нужно успевать законтроливать эти дропы. Сюда линги прибежали, загрузил сюда, куда-нибудь отвез, на хг разгрузил. Потом опять низ привез. Соллер уже Кимовскую базу пытается занять сейчас. Лимит равный практически боевой. Брудов 10 и 4. Ему 14 брудов. Соллер до воздуха давление сейчас делает жесткое вообще. Так вот, были бы у Кина инвиз, на гастов ему попроще было бы. Инвиза нету, либераторы притянуты. Я думаю, что это 2-0 в пользу Соллера. Навряд ли Кинг здесь может выдержать прессинг. Смотрите, как либераторы без атаки. Вообще они почти не атакуют. Каравтор, к сожалению. СС-чика падает. 120 на 200 по лимиту Соллера идет давить. Но это просто... Не, ну Соллер крут. Что тут говорить вообще? Оступает Кинг. Гасты пытаются держаться с ультралами. Бьется. Ну тут Каравтор все, изничтожают. Короче, 2-0. Потеря Тирана. Зеркс-ти больше, чем Тирана. До сих пор. Кинг пишет Кинг, Соллер 2-0. Это все. Кинг пишет Кинг. Так, полуубевший. Завязывай свои извращенские истории тут рассказывать. Так, ну что, стоп-стартик сделаю, ребят.